Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Леумед» и я, Асель Турар. Объявлен прием заявок на участие в конкурсах на соискании премии президента Алтин Сапа и лучший товар Казахстана. Об условиях, критериях их проведения и нововведениях в ближайшие полчаса будем говорить с начальником отдела экономического анализа региональной палаты предпринимателей Жанной Байконуровой. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вопросы вы можете адресовать нашей гости по телефону 25 25 05. Жанна Идосовна, я рада приветствовать вас в нашей студии. Добрый вечер. Ну и первый вопрос, который возникает, в чем отличие между конкурсами Алтин Сапа и лучший товар Казахстана? Алтин Сапа – это премия конкурса Алтин Сапа, которая предусматривает участие в предпринимательстве в сфере малого и среднего бизнеса. Различие в чем отличается от конкурса «Лучший товар Казахстана» в том, что это предприниматели наши устойчивые бизнесы, которые на рынке бизнеса не менее трех лет, в которых есть своя легенда, которые могут выставить свой товар на республиканский уровень, заявить о себе на республиканский уровень, которые должны иметь систему менеджмента качества. «Лучший товар Казахстана» – это конкурс более проще для регионального предпринимательства, также для юридических и индивидуальных предпринимателей. Условия там проще, в отличие от Алтин Сапа, там не надо иметь действия на рынке три года, может быть, начинающий предприниматель, может быть, и молодой предприниматель. И выставляется только один продукт на «Лучший товар Казахстана», а в Алтин Сапа выставляется не менее трех продуктов. «Лучший товар Казахстана» – это «Лучший товар Казахстана» предусматривает работы и товары. А Алтин Сапа охватывает все сферы, в том числе работы товара и услуги. Ну и давайте вспомним предысторию этих конкурсов. Когда они у нас стартовали в Казахстане впервые? С 2006 года указом президента Республики Казахстан подписан указ на соискание премии «Алтин Сапа» и конкурса выставки «Лучший товар Казахстана». Раньше эти конкурсы проводили управление областное, департамент метрологии. С 2015 года эти конкурсы проводят в соответствии с законом о Национальной палате, Палата предпринимателей. Организатор конкурса «Атамикен» с 2015 года. Вот уже три года получается. Третий год мы проводим сами, да. Ну и какова цель, главная цель организации этих конкурсов? Цель конкурсов, знаете, выявить достойные предприятия, которые могут заявить о себе как на республиканском уровне, так и на региональном уровне. Это позволяет не только о себе заявить, а также найти своих партнеров по бизнесу, какие-то, может быть, выйти на какие-то договорные обязательства по обмену товаров, да, как бы... То есть расширение предпринимательских возможностей. Расширение возможностей, да, на территории не только республики, но и за периметром. Ну и основная цель, наверное, все-таки повышение конкурентоспособности отечественного товара. Товаропроизводителя, да. Ну и вот перейдем к изменениям, которые были внедрены в проведение этих конкурсов. Какие вот основные изменения с этого года? Да, действительно, внесены ряд принципиальных изменений. В этом году в Алтенцапа внесли изменения существенные, например, предусмотрен призовой фонд, денежный фонд в размере 450 мрп, то есть это порядка миллиона 82 тысяч тенге, что позволит предприятию, предприятию, как бы, возместить, возможно, расходы, понесены на международных выставках, к примеру. Кроме того, в Алтенцапа введена новая номинация в области сельского хозяйства. Ранее такого не было. И производство пищевых продуктов. Кроме того, конкурс дополнен двумя специальными премиями. Лучший индустриальный проект и лучший инновационный проект. Это мы сейчас говорим о каком конкурсе Алтенцапа? Что касается лучшего конкурса выставки «Лучший товар Казахстана», там тоже есть изменения. В частности, снято ограничение по степеням, то есть «Лучший товар Казахстана» в конкурсе три номинации. И в каждой номинации будут три победителя без степеней, без учета степеней. Это и есть нововведение. Помимо этого, в «Лучший товар Казахстана» в этом конкурсе в этом году предусмотрены дополнительные пять новых номинаций. Это «Лучший предприниматель» в ремесленническом направлении года, скажем так. «Стартап года», то есть это предприниматель, который начал свой бизнес и поднялся в течение года. «Молодой предприниматель», в соответствии с законом «Молодой предприниматель» это до 29 лет. А таких у нас немало, скажем так. Значит, и следующая номинация – это «Лучший предприятие промышленного назначения». Учитывая, что в области есть такой сектор, как машиностроение, нам есть что выбрать, достойного предприятия выбрать. И «Лучший предприниматель внесет вклад в экономику Акмолинской области». То есть это предприятие, которое принимает участие не только в своем бизнесе, в раскрутке своего бизнеса, а также и в общественных делах. То есть предприниматели с высокой социальной ответственностью. Совершенно верно. Вот такие вот нововведения. Ну вот и вот новая номинация, которая касается промышленности, она в принципе уместна сейчас, учитывая, что, допустим, для нашего региона, что у нас сейчас регион уже не аграрный, а индустриально-аграрный. Совершенно верно. Переход прослеживается. Вот недавно был проведен семинар для потенциальных участников вот этих двух конкурсов. Какова цель этих семинаров и как меняется их проведение с годами? Что нового вводится в программу семинара? Да. Вы знаете, вот для этих вещей, для этого семинара, обучающий семинар называется, национальная палата как бы вкладывает немало усилий для того, чтобы донести до предпринимателей о значимости и важности этих конкурсов. Каждый год проводится обучающий семинар на площадке национальной палаты, именно в частности у нас палаты, Акмолинской области. Приезжают к нам спикеры международного класса. В этом году была Мукатова Матина Канатовна с центрального аппарата национальной палаты Атамикен и эксперт международного профиля Алимгазы Толюбекович. Алимгазы Толюбекович. Семинар посетили в этом году 25 человек, 25 предприятий, 5 экспертов, экспертной группы при национальной палате Акмолинской области. Семинар пошел успешно, все предприятия были довольны, получили максимально возможности себя показать, озвучить вопросы свои, получить ответы на свои вопросы у самих экспертов. О том, как проходил этот семинар подробнее, наша съемочная группа подготовила специальный репортаж с палаты предпринимателей. 50 компаний Акмолинской области готовы стать потенциальными участниками республиканских конкурсов «Алтынсапа» и «Лучший товар Казахстана». Это производители мясной и молочной продукции, птицеводческие компании, предприятия промышленного производства, добывающие отрасли. Среди них есть и, так сказать, ветераны, призеры прошлогодних конкурсов. К примеру, ТО «Щучинский котельный механический завод», «Капитал Проджик ЛТД», «Енки», «Гормозавод», «Обывная фабрика Самхат» и другие. В региональной палате предпринимателей состоялся обучающий семинар для потенциальных участников. С 2015 года статус конкурса значительно вырос. Многие предприниматели смогут предоставить информацию о своей продукции потребителю. Конкурс пройдет на высшем уровне, ведь награды победители получат из рук Эльбасе. Все, что необходимо для участия – правильно заполнить документы. В этом году в правила организации конкурса «Алтенсапа» внесен ряд изменений. Победители будут оценивать не по трём, как прежде, а четырем номинациям. Утверждены новые названия – «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения», «Лучшее предприятие, оказывающее услуги», «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары» или «Сельскохозяйственную продукцию». Этой номинации уделяется большое внимание, потому что на сегодняшний день сельское хозяйство имеет очень важную часть в отрасли экономики всех мировых государств, не только в Казахстане. Поэтому вот эта номинация по трём категориям – субъекты крупного предпринимательства, субъекты среднего предпринимательства и субъекты малого предпринимательства. Вот по этим номинациям проводится конкурс на сыскание премии президента «Алтенсапа». Отметим, в прошлом году, как шитовский бренд «Гормозавод» занял второе призовое место в номинации «Лучший продукт Казахстана». Компания намерена участвовать в конкурсе и в нынешнем году. «Гормозавод – в принципе узнаваемый бренд, но для имиджа предприятия, думаю, вот эти конкурсы тоже немаловажны. Будем участвовать, надеемся, на победу в этом году в конкурсе, так как этот конкурс очень престижный. Думаю, что сможем занять место в этом году». Есть небольшие изменения в конкурсе «Лучший товар Казахстана». Как и прежде, сначала пройдут региональные конкурсы-выставки. Девять победителей регионального этапа примут участие в республиканском конкурсе. Затем из 144 участников посредством онлайн-голосования будут определены 27 финалистов. К слову, 28 июля состоится ярмарка-выставка «Акмолинская продукция». Что же касается конкурсов «Алтынсапай» и «Лучший товар Казахстана», заявки на участие, подчеркнем, принимаются до 1 июля текущего года. Зарина Дещикеева, Марат Ахмеджанов, специально для программы «Алёумед». Мы продолжаем нашу беседу. Жанна Айдосовна, насколько действенны такие семинары, насколько охотно акмольские предприниматели принимают в них участие? Я бы, наверное, хотела бы обратиться с помощью телевидения к предприятиям о том, что данные семинары проводятся чисто для предпринимателя, для бизнеса. Поэтому, обращаясь к предпринимателям, посещать наши семинары не просто, а желательно это объективная необходимость. Предоставляется уникальная возможность для вас представить свое предприятие на площадке «Палаты», рассказать о предприятии, получить ответы на ваши все вопросы от самих международных экспертов. На площадке «Палаты» семинар приобретает благоприятную атмосферу для дружеского диалога, познавательное друг для друга, потому что в обыденной жизни мы мало друг о друге знаем. Данный семинар показал, что всем было интересно, познакомившись друг с другом, кто какую деятельность ведет, и как она ведется, потому что там были разные сферы. Там был туризм, услуги, там была и обрабатывающая промышленность, там было и машиностроение, там была и горнорудная промышленность. Как бы, знаете, такая аудитория собралась, интересная, многотраслевая. Поэтому, уважаемые предприниматели, предлагаю вам посещать наши семинары обучающие. Много позитивного от этого. Как сами получите, так и донесете до своего руководства, что это нужно, это необходимо. Вот, кроме того, этот семинар дает еще и возможность грамотно собрать полный пакет документов, не прибегая к никаким непонятным вопросам. Наши эксперты, спикеры международного класса, ответят на все ваши вопросы и помогут правильно расставить все критерии в методике подсчета голосов. От этого зависит и высокий ваш балл, который будет рассматривать экспертная группа. Экспертная группа у нас... Кто, кстати, входит в состав экспертной группы? Да, вот хотелось сказать. Экспертная группа у нас создана при палате. Состав экспертной группы 9 человек. Это в основном отраслевые управления, общественные организации отраслевые, также строительная ассоциация, пищевая ассоциация. И помимо этого еще в этой комиссии стоят наши специалисты-сертификаты, которые выдают, потому что эту работу они ведут, они знают нашего товаропроизводителя. И вот хочу повторить, что семинар позволит, обучающий семинар позволит грамотно собрать полный пакет документов, который, возможно, даст возможность такую выиграть бесспорно, выйти в номинанты. Ну, Жанна Эдосовна, семинар уже прошел, а конкурсы еще впереди. Расскажите вот об условиях конкурса. Дата конкурса «Лучший товар Казахстана» на региональном уровне он будет проходить 28 июля текущего года во дворце Кокшетау. Это будет субботний день, и мы запланировали широкомасштабную акцию. Это будет не просто выставка, это будет ярмарка-выставка. То есть предприятия, которые заявили о себе, а в этом году их немало, порядка 60 предприятий заявили на участие в конкурсе выставки «Лучший товар Казахстана». Ну и это еще не окончательная цифра, да? Это цифра не окончательная. Учитывая, что заявки будут приниматься еще до 1 июля. Заявки до 1 июля принимаются, мы отрабатываем. Это в наших интересах, чем больше привлечь предпринимателей, показать нашу область, насколько мы активны, насколько наш бизнес активен и интересуется подобными мероприятиями. Участниками могут быть все желающие, независимо, подал он заявку или не подал. Он просто может принять участие, выставить свой товар на продажу. Заявите о себе, пусть он будет стартап. Он только начинает свой бизнес, ему есть что показать, ему есть что продать, он может также участие принять, выставить свой товар. То есть предприниматели, чему дело еще не исполнился даже год, они тоже могут участвовать в стартапе. Да, конечно. Также и молодые предприниматели до 29 лет, они тоже могут заявить себе. Помимо того, что желающих, также у нас уже будут участники конкурса, они будут выставлены, банифицированы, павильоны, будут для них организованы, выставить свою продукцию с целью рекламы, с целью презентации. Если же это пищевая промышленность, они могут реализовать свою продукцию. Это будет ярмарка. Для того, чтобы придать статус широкомасштабной акции, мы проводим еще такую линейку рекламной, как лотерейный розыгрыш. Как бы присутствует там тоже призовой фонд, утешительных призов для заинтересованности посетителей этой ярмарки. Мы надеемся, что пройдет на должном уровне. Вы говорите, что областной этап 28 июля, а вот республиканский этап в какие периоды будет проходить? Лучше победители областного, регионального уровня, а это будет с учетом дополнительных номинаций, это будет 14 номинантов, они выйдут на республиканский уровень. Это будет где-то в октябре. Дату, время проведения, место проведения мы сообщим номинантам своим, региональным. Это будет на республиканском где-то в октябре месяце. Больше полусотни заявок на сегодня уже поступило. Если вспомнить историю проведения этих конкурсов в прошлые, позапрошлые года, то какие сферы наиболее активны? Вот вы сейчас говорили, что и пищевая промышленность, и строительность, и машиностроение. Ну, какие из них... Я хочу отметить, знаете, в прошлом году было заявок всего порядка 40. Меньше. Да. Участников, как бы, по факту было 30 предприятий, да. Сегодня показывается, что заявили о себе 60. Но по факту я пока не могу сказать, как бы, да, еще не время. В предыдущих годах в основном активны были наши, скажем, машиностроения. Такие предприятия, как ТНС, АОТНС, КАМАЗ Инжиниринг, да, вот как бы, наша горнородная промышленность Степногорска. Комбайновый завод «Вектор» участвует в этом году? Он недавно, он, в принципе, уже молодое предприятие, оно участвует активно, причем участвует, хотя оно и молодое. В том году участвовала, в этом году она подала заявку. В этом году подала заявку не только комбайну, но и также молодое предприятие, как вот КАИК, Советский предприятие из Беларуси, да, производство сельхозтехники. Комбайновый завод корпорации. Ну, с учетом новых дополнительных номинаций, а также учитывая, что в нашей области очень развит бизнес в сфере услуг, в этом году заявила себе турбизнес, что радует, да? Ну, туризм в последние годы вообще, получается, большой импульс развития? Активизировался, очень активный турбизнес заявила себе, Бурабайский район, Зерендинский район, и я хочу сказать, как Читавский заявил турбизнес о себе, это радует. Благодаря вот этой дополнительной номинации наш контингент расширился. Будем надеяться, что на республиканском конкурсе нам будет есть что показать, да, я надеюсь. Учитывая, что мы курортный регион, при всем при том. Да, мы тоже так надеемся, что нам есть что показать, будет на уровне республики в честь туризма. Ну, если мы напомним о победителях прошлых лет, давайте назовем название этих предприятий, имена их руководителей. Потому что среди победителей, насколько я знаю, есть победители, которые уже ветераны, так сказать, побед. Победителя регионального конкурса в 2017 году было 9 компаний. Из трех номинаций, как бы, да, вот 9 компаний вышли. Первое место по праву произождено ТО, Щучинский котельный механический завод, Бурабайский район. И в этом году он подал заявку на участие. По-моему, в позапрошлом году он не был номинантом, он участие принимал. Он участвовал. А в том году он выиграл этот конкурс, первое место занял. Дипломантом второй степени стал известным производителем кирпича ТО «Янки». Всем известный, да, как бы наш кирпичный завод. Третье место было отдано по праву КАМАЗ Инжиниринг. Один из первых крупных и успешных совместных казахстанско-российских проектов в сфере производства автомобильной техники. В номинации «Лучшие товары для населения» первое место заняла обувная фабрика «Самхат». Тоже относительно молодая компания. Относительно молодая, динамично развивающая компания. Довольно-таки новый сектор бизнеса, по крайней мере, для нашего региона. Для Молинской области. Обувь у нас еще в таком большом ассортименте не производили. Да, согласна я с вами. Ставший лидером своей номинации в региональном конкурсе «Лучший товар» Казахстана. Второе место в этой же номинации было отдано ТО «Каст Техникс». На отечественном рынке сравнительно недавно, с 2013 года, производство высококачественной светодиодной продукции. Третье место отдано ТО «Оникс». Компания специализируется на производстве товаров народного потребления из пластмассы. В народе говорят «Пуговичник». Пуговица. Да. Это радует, что у нас такие есть герои бизнеса. В номинации «Лучшие продовольственные товары» вновь был лидером ТО «Гурмулзавод». Кроме «Гурмулзавода» агрофирма ТНК получила тоже призовой фонд. Это Жаркоинский район? Жаксынский район. В 2016 году в конкурсе «Алтамсапа» в номинации «Лучшие предприятия, выпускающие товары» награжден ТО «Агрофирма ТНК». Значит, и в 2016 году он выиграл, и подряд он становится лидером. Ну, по праву. Таким образом, мы сейчас видим, что победы, в принципе, у нас в разных сферах представлены. Ну да, в разных сферах. Это, в основном, будет, считайте, продукты питания, да, как у нас, так как у нас агропромышленный сектор, да, в области, и машиностроение. Это два ключевых сектора нашей области. В знак признания заслуг в 2017 году впервые среди компаний Республик Казахстан ТО «Агрофирма ТНК» награждена специальной международной к премии «Кемель-Искерлик» деловое совершенство. А годом ранее компания стала лауреатом премии президента Республики Казахстан «Алтын-ЦАПА», как лучший предприятие, выпускающее товары для населения. Второе место в этой же номинации завевал одно из старейших известных предприятий «Гурмолзавод». Вот тоже можно отметить, что «Гурмолзавод» каждый год участвует, считая для себя нужным участвовать в данных конкурсах каждый год. Третье место было присуждено молочному заводу «Айна» в Бурабайский район. Вот такая вот картина у нас. Хорошо, но учитывая, что довольно-таки известные предприниматели считают для себя нужным из года в год подавать заявки, участвовать и побеждать в таких конкурсах, видимо, такое решение для них обосновано. В чем преимущество проведения участия в таких конкурсах? Что это дает для самих предприятий? Понятно, что для региона, для страны это дает продвижение нашей продукции, развитие их конкурентоспособности, их товара. А что дает именно для самих бизнесменов? Данные конкурсы, что дают для бизнеса, я считаю, что это бесспорно имиджевое решение. Это возможность заявить о себе не только на региональном уровне, но и на республиканском. Возможность широко представить. Пронат, я вас перебью, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я открыла недавно свое ИП. У меня такой вопрос. Какие условия для стартаперов для участия в конкурсе? Спасибо за вопрос. Какие участия для, вот как раз таки мы говорили о начинающих предпринимателях, какие условия для стартаперов? Лучший товар Казахстана вы можете участвовать бесспорно, вот с учетом внесения изменений, дополнительной номинации. Там есть такая номинация для лучших стартапер года. Какие условия? Все настолько просто. Собрать документы, пакет документов, то есть это заявка установленной формы, это анкета декларации установленной формы. Если товар, производимый стартапером, подлежит сертификации, то сертификат, качество. Немного легенды о себе. Формат А4, страница 5-6. Легенда о себе звучит. С чего начал он стартапер? Он же не на ровном месте начал. Бизнес-идея у него была. Визитная карточка. Не более все о себе заявить. И продукцию свою выставить в презентационном формате, чтобы было наглядное пособие, что он производит. Или какая-то услуга. Описать свою услугу, к примеру. Если это товар, то фотоснимки должны быть, к примеру. Не более. Пожалуйста. Хорошо. Вы ответили на вопрос телезрительницы, а теперь давайте продолжим о преимуществах. О преимуществах пользы для бизнесменов. Хочу продолжить, значит, что это бесспорное имиджевое решение. Это возможность заявить о себе не только на региональном уровне, но и на республиканском. Возможность широко представить свою продукцию, ее качество, расширить свои границы. Не только в пределах Республики Казахстан, но и за пределами. Возможность использовать эмблему Алтан-Сапа. Возможность эмблему использовать Алтан-Сапа, да. В течение четырех лет он может использовать эту эмблему, да. Он будет узнаваем. Это как его бренд, я считаю. Учитывая престижность. Престижность. Это все-таки награждение самого президента, да. Это тоже много значит. В прошлом году первые три казахстанские компании участвовали в международном конкурсе СНГ. Это второй этап конкурса Алтан-Сапа. Участие СНГ. Когда эксперты приезжали в Казахстан, чтобы обследовать предприятие, они очень интересовались нашими конкурсами и правилами. И с белой завистью смотрели на сторону наших предпринимателей. Потому что нет аналогов такого конкурса в странах СНГ. Это единственный конкурс, премию, который вручает глава государства. Вот повторяюсь я. Это очень мощная мотивация для любого предпринимателя, я считаю. В 2006 году премии удостоены порядка 100 предприятий. Предприятия уже удостоены кремии. Жанна Ильдусовна, время нашего эфира подошло к концу. Большое вам спасибо за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. На этом мы завершаем нашу беседу. Я напоминаю телезрителям, что в течение этих 30 минут с нами говорила начальник отдела экономического анализа оригинальной палаты предпринимателей Жанна Байконурова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин